Здесь механическая очистка. Грязь, камни и стекла. Такой вода приходит в фильтры до начала очистки. Не только с мусором, но и, судя по первым пробам, с ядом осадки показали избыток аммония. Погибает рыба, разрастаются ненужные виды растений, которые заболачивают. То есть просто портится природа. Наносился бы вред, если бы не было очистки. Делать из мёртвой воды живую призваны новые очистные. Их открыли сегодня после трёх лет капремонта. 35 миллионов бюджетных средств на новые фильтры и насосы. Осталось даже на бактерии. На первом этапе вода прошла через магниты и песколовки, а вот здесь за дело берутся уже микроорганизмы. Вода должна пройти несколько стадий от грубой очистки до биологического обеззараживания, прежде чем стать понятной всем H2O без примесей. До реконструкции воду здесь чистили только иловые ямы. Но чем больше становился болгар, тем серьёзнее и фильтры. Сегодня в городе живёт уже 8,5 тысяч человек. Музей Божьей цивилизации, памятный знак, музей хлеба, белая мечеть, академия. Иначе вот откроется ещё гостиница. Все они будут соединены вот сюда. Все оттуда будут идти. Такие очистные по президентским программам уже построили в Камском устье и в Высокой горе. После Нового года такие же открываются в Лаишеве и Мамадыше. Но это наша задача, чтобы очистить сначала притоки Волги, а потом саму Волгу. Именно в Волгу сливается вода уже после фильтров. На очистных уверяют, что установкам по силам фильтровать до 500 кубометров в сутки. Рамиль Шайдулин, Андрес Сентальцев, ТНВ, Болгар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова